я всем привет рубрика отели которые я рекомендую за моей спиной отель дэмфил вот он находится я сейчас покажу насколько он недалеко находится от центра лазаревского а потом покажу вам внутри я сегодня переночевал и хочу поделиться вам с вами с вами еще не проснулся не выпил кофе глаза еще плохо открывается язык плохо работает поделюсь с вами своими ощущениями от проживания в данном отеле собственно друзья центральная улица лазаревского несмотря на вторник на раннее утро жизнь кипит хотя зима всем кажется что зимой в лазаревском жизнь замирает на самом деле не так тут очень хорошо очень комфортно и самое главное очень красиво я каждый раз когда сюда приезжаю по делам убеждаюсь в том что очень замечательное место именно для спокойной такой я бы сказал провинциальной сочинской жизни в принципе ни для кого не секрет что сочи и так глубокая провинция краснодарского края несмотря что сочи очень сильно пыжится быть большим городом это не так это маленький городок который конечно немножко распух но лазаревская как раз показывает вот эту натуру сочинскую и и и она знаете она она интересная она приятная что вы понимали я вчера ходил в кино вечером вот поужинал и пошел в кино и меня предупредили типа парень если сейчас еще не придут два человека мы тебе кино показывать не будем пришло два человека мы вкинулись еще по 300 рублей и пошли в кино вот то есть надо было набрать полторы тысячи рублей кассы чтобы нам показали фильм это было очень прикольно посмотреть фильм на троих огромный кинотеатр сняли и вот вряд ли в каком-то городе это возможно а вот а в лазаревском возможно как раз все все я дошел уже до центральной площади вот тут собственно кипит жизнь центральный почтамт вот там он кстати мфц единственная в лазаревском районе я собственно иду вон туда завтракать кафешка и вот кинотеатр восход куда я вчера ходил в кино вот ходил я нападение луны новый фильм роланда эмерика ну фильм конечно так себе но в принципе было прикольно его посмотреть все потом дальше покажу вам соответственно как выглядит отель ну что друзья подходим к отелю зима никого нет поэтому я тут практически один живу вот парковка тут не такая большая но вполне удобная да я вот живу вон там на втором этаже сейчас покажу вам как выглядит холл и поднимемся в номер друзья администратор от меня скрыла что у них тут есть два бассейна вот и пришлось вчера лежать в ванне вот смотрите полноценный хороший бассейн летом соответственно с выходом на вот эту огромную террасу можно искупаться лежать и загорать он пока не работает тоже зима а вот этот бассейн вполне себе уже работает если бы я знал я вчера бы его однозначно окунулся и тут есть сауна и очень тепло и хорошо это как раз за то что я люблю отели вот там есть сауна сауна причем такая достаточно большая очень вкусно пахнет даже мой после к видный нос не все улавливает но вполне все хорошо так то душевая кабина туалет отлично да вот еще смотрите ресторан ресторан тоже пока не работает потому что зима но будет тут мило и хорошо кофемашина кстати хороший стоит в общем надо летом сюда приехать и будет понимание насколько здесь прикольно но я думаю очень хорошо тут посмотрите самое главное место расположения я вам уже отснял посмотрите в начале видеоролика вот очень удобно а теперь покажу номер вот сейчас как раз разговаривал с администратором говорит летом цена будут в районе 5000 в июне за вот этот номер очень мне круто понравились теплые полы вот здесь вот прям и плиточка такая прямо такая прикольно смотрите отель новый обожаю новые отели потому что тут уже современные материалы это девушки очень любят вот естественно так как ценник уже тут типа бутик отель расскажите в комментариях чем отели от бутик отелей отличаются я никогда до конца не понять не могу может быть просто чтобы ценник сделать повыше есть естественно халатики вот номер отличный номер подходит для семьи из трех человек кровать удобно матрас удобный единственное знаете какой нюанс есть внешняя подсветка по фасаду и мне сегодня было достаточно так светло вот где-то что-то светилось мне прям не нравилось где это светится вон там видимо штуки но мне сказали в следующий раз поселят на третий этаж вот чтобы было меньше освещения смотрите вот получается бассейн отель проезд к нему его не видно особо с улицы по победе когда едешь он находится вот как раз в промежутке между вот этими двумя зданиями я все время как проезжал мимо такой думал прикольное здание никогда сюда не попадал и вот сюда приехал то есть ребят очень круто очень 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 в следующий раз я сюда тоже приеду потому что тут есть сауна хочу сам заранее позвоню чтобы соответственно сауну затопили удобные стулья кухонька что-то тут не заглядывал кстати даже холодильник его можно включить в общем друзья вот такой такой интересный отель я снял номер вот этот обошелся он мне в 3000 рублей при ценнике зимнем на лазаревская это примерно в два раза дороже чем сдаются всякие ну прям вот эти уставшие уставшие отели они в среднем стоят там что 1200 1500 есть даже какие-то за 900 по моему но там вообще без слез не взглянешь на них а здесь новая чистая комфортная прям в центре очень удобное расположение поэтому это не реклама это я просто с вами делюсь местами где я останавливаюсь чтобы у вас потом если вы собрались в лазаревском жить ну или в другом месте где рассказываю про отели у вас не было мук выбора где бы вам остановиться в принципе все друзья всех обнимаюсь надеюсь был полезен сейчас начинается сезон буду больше ездить буду больше показывать где останавливаюсь поэтому звоните пишите ставьте лайки подписывайтесь на канал нажмите на этот в конце концов чертов колокольчик если вы еще не нажали и напишите что нибудь в комментариях все всех обнимаю пока пока